Привет всем, меня зовут Вадим Тихомиров, я пишу тексты для сайта matchtv.ru, комментирую бои для UFC TV и рассказываю про смешанное единоборство в Ютубе. Сразу после искрящегося боя Александра Сарнавского с Абдул-Азизом Абдул-Вахабовым мы поговорили с тренером Александром Шлеменко о том, как он подсказывал не из угла Сарнавского, почему эта подготовка была для его ученика не самой простой и заинтересованы ли в Омске во втором поединке против Абдул-Азиза. Ну, несмотря на то, что Александр Сарнавский только что проиграл, есть ощущение, что где-нибудь в UFC этим боем бы сейчас все восхищались, все бы делали подборку твитов и просто бы соревновались в сравнениях, потому что бой-то, по-моему, очень хороший получился. Я очень близкий, согласись. Ты считал раунды, когда смотрел? Вот вообще получается это делать или волну не перебивать? Нет, конечно, получается. Мне кажется, Саша был лучше в трех раундах. Ну, это мое мнение. Понимаешь? Это я бы отдал первый, второй, третий раунд, Саш. Это, опять же, это мое мнение. И, ну, видишь, судьи посчитали по-другому. Плюс все-таки тут, наверное, знаешь, как мне кажется, сказался вот этот, к сожалению, это небольшое рассечение, которое, но оно всегда производит впечатление на судей, я думаю. А вот я пытался найти взглядом тебя, а откуда ты смотрел за этот одинок? Вот отсюда. То есть ты, в принципе, не мог что-то ему сказать? Почему? Да нет, наоборот, мы там встали, чтобы ему подсказывать. И я тебе хочу сказать, что, если посмотри дальше трансляцию, мне кажется, меня и Андрея было больше слышно, чем... Ну, тут, знаешь, как получилось? То есть впервые, впервые мы не участвовали в подготовке, да, Александра. В последней, финальной, в тактической. Ну, и не стали как-то, знаешь, как-то... Не хотели сбить настрой и как-то еще вот... Он определился с секундантами. Они работали, мы подсказывали отсюда, и, в принципе, нормально все было. А что ты видел вот отсюда и что подсказывал? Во-первых, время подсказывал, во-первых. Во-вторых, мы подсказывали, чтобы Саша не расслаблялся. Это было главное. Было видно, Абдул-Азиз готовил правую руку всегда. И... Ну, и по борьбе старались подсказать. То есть какие-то моменты, где он контролировал руки, стоял. Ну, просто подбадривали. То есть свою энергию кидали туда ему, чтобы он и собирал, и лучше стоял. Ты всегда на это обращал внимание? Пятираундовый бой, получится его пройти, не получится? Ну, когда про свою карьеру, например, говорил. А, как ты сам считаешь, сейчас было ли для Саши таким большим вызовом? Вот я сейчас не могу вспомнить. Естественно. Ну, смотри, я думаю, это и сказалось. Это было ключевым в этом моменте. Абдул-Азиз, он имеет опыт. Саша не имеет опыта пятираундовых боев. И мне кажется, это чуть-чуть заставило Александра меньше рисковать. Но это мое мнение, опять же. Я могу ошибаться. Где-то он передерживал, где-то он перестаивал, где-то... Я думаю, он боялся, что не рассчитает. Тяжело, знаешь, рассчитать ту дистанцию, на которой ты ни разу не был. Я понимаю, что там из Сибири все максималисты и все хотят все равно побеждать. Но по ощущениям, это вот его лучшее поражение, если так можно сказать, за все последнее время. Да, я бы не сказал. Он дрался, дрался ярко и... Поражение не может быть лучшим. Понимаешь, я знаю, сколько вложил Александр в эту победу. Я знаю это. Я знаю, сколько он сделал для этой победы. Я знаю, сколько он пережил, можно так сказать. У него родилась дочка, он тренировался, он не видел ее. Да, он был в Казахстане, у него молодая жена, с которой тоже он хотел быть. Ну, многие моменты, понимаешь, и когда тебе не хватает вот столько вот, это самое, наверное, обидное все-таки поражение. Ладно, когда, ну, там, всякое бывает, да, как говорится. Но когда у тебя все получается, и когда он во втором раунде почти... Ну, не почти, а точно отправил нокдаун от Абдул-Азиза, согласись. Как бы вот это и расстраивает больше. Извини, но кто-то все равно спросит этот вопрос, почему решили в этот раз, ты решил не присутствовать в углу? Я же сказал уже. Чтобы не... Знаешь, опять же, я говорю, так тактику на этот бой вырабатывал не я. То есть, знаешь, как часто бывает, если ты не участвуешь в подготовке, тактически не участвуешь в подготовке, и ты пойдешь в угол, ты можешь навредить. Да, ты можешь и помочь, но больше вариантов, что... Ну, я просто видел такие. Тем более, знаешь, столько сложностей на самом деле здесь. И маски надо одевать, и еще какие-то там моменты. Ну, чисто такие мелочи, которые, ну, не очень. Тем более, мне кажется, знаешь, зачастую из зала больше помощи, чем из угла. Там были хорошо обученные люди, то есть, они знали, как делать, они знали, как его привести в себя, они знали, как охладить. Ну, а мы кричали с первого ряда. Понимаешь, то есть, если посмотреть с угла, то мы бы кричали только с одного места. Я не уверен, что эти ребята бы так же орали, как мы с Андреем. Мы сорвали голос, да, свой, как никогда. Поэтому я видел, что Саша нас слышал. Это главное. У меня ровно три вопроса еще. Что вот можно было бы изменить, вот ключевой момент боя, где ему чего-то, может быть, не хватило или чуть по-другому? Смелости, смелости чуть-чуть. Риска, риска, понимаешь. Чуть-чуть где-то рискнуть. И я бы еще, опять же, добавил бы чуть-чуть ног. Саша очень хорошо бьет ногами, а здесь он больше закрепостился. Да, он двигался, бесспорно. Да, он хорошо защищался от борьбы. Но он же у нас отлично бьет и с разворота ногами, и лоукики, и так далее. Но здесь он почему-то этим не пользовался. Второй из трех вопросов. Считаешь ли, что ему необходимо провести реванш с Зизом? Будете ли вы просить его как команда? За титул. Было бы интересно, если бы дали бы возможность. В принципе, бой был очень интересный, очень зрелищный. И мне кажется, он реально претендует на бой вечера. Это было интересно всем. Может быть, мне сложно сказать, я не знаю, какие у них планы. И самый последний вопрос. Вот он буквально 10 минут назад прошел мимо нас. Видно, что у него рассечение. Его осматривали врачи. Когда вы увидитесь, что ты скажешь в первую очередь? Да я же уже с ним подходил. А вы виделись, да? Я же в рынок входил. Что, считаешь, важно ему сказать? Или как пережить поражение? Все же по-разному к тому относится. Знаешь, на самом деле, как сказал один очень. Я не побыть слово «великий человек» не буду называть его. Переживать надо молча. Вот и все. Просто брать и делать. Все, что я должен сделать, я знаю. Подставить свое плечо. Дружеское и все, я это сделаю. А что так говорить? Зачем ему нужны мои слова? Они ничего не решают. Решают всегда поступки. А у нас чаще всего знаешь слова словами, а на поступках по-другому. В нашей школе по-другому. Мы меньше говорим, больше делаем. Спасибо большое.